Доброе утро, уважаемые коллеги и глупоуважаемые председатели. Будьте добры презентацию. Наверное, моя презентация в чем-то будет повторять предыдущие, потому что хирургия рака шейки матки относительно более или менее стандартна. Есть, конечно, дискутабельные вопросы, узкие места, но, тем не менее, набор хирургических вмешательств достаточно ограничен. Как вы все хорошо знаете, объем хирургических вмешательств при раке шейки матки, то, о чем говорил профессор Роб, он обусловлен теоретической возможностью распространения опухоли за пределы шейки матки, основанной на предыдущих исследованиях. И вот вы видите, что при первой А-стадии вероятность поражения тазовых и тем более поясничных лимфоузлов близка к нулю. И, соответственно, и определяется тактика лечения этих больных. Но, начиная со второй А-стадии, уже вероятность поражения тазовых лимфоузлов составляет 5%, и дальше, по мере увеличения стадии заболевания, частота поражения и тазовых, и поясничных лимфатических узлов увеличивается. И поэтому при первой А-1-стадии достаточно выполнения конизации или ампутации шейки матки, а при необходимости, возможно, ограниченной экстерпацией матки с придатками или без. Лимфодисекция выполняется всем пациенткам, начиная с первой А-2-стадии. Вы сегодня слышали неоднократно про исследование сигнальных лимфатических узлов, но, тем не менее, это пока не является стандартом, и уровень доказательности в мире четвертый. Поэтому до сих пор стандартом, и в России в частности, остается выполнение тазовой лимфодисекции, которая включает в себя общие, наружные, внутренние, подвздошные, крестцовые и запирательные лимфатические узлы. Поясничная лимфодисекция выполняется только в ситуации наличия метастазов в тазовых лимфатических узлах, в отличие от рака тела матки, который обсуждали вчера. Первичный опухоль в шейке матки и тазовые лимфатические узлы соединяет структуру, которая называется параметрией, или параметральная клетчатка, в которой проходит пути лимфооттока. Так какова же частота поражения этих структур? Вы видите, что при первой стадии она крайне низкая, а вот уже начиная с первой B1 стадии, по данных разных авторах, она варьирует от 6 до 31%. При однофакторном анализе было показано, что частоту поражения параметриев повышает наличие метастазов в тазовых лимфатических узлах, практически в 8 раз повышается частота. При опухолях более 2 см почти в 4 раза повышается частота поражения параметриев. При наличии лимфовоскулярной инвазии в 4 раза и по мере снижения степени дифференцировки. Доктором Фрумовицем был проведен многофакторный анализ, и в многофакторном анализе достоверное увеличение поражения лимфатических узлов параметрией было показано только при наличии метастазов в регионарных лимфатических узлах почти в 6,5 раз и при опухолях более 2 см. Лимфовоскулярная инвазия и степень дифференцировки в многофакторном анализе достоверности не показали. И вот те исследования, которые уже приводил профессор Роб, в этих исследованиях было показано, что у больных, у которых нет метастазов в лимфатических узлах, при опухолях меньше 2 см, при глубине инвазии не более сантиметра и при отсутствии эмболов в лимфатических щелях вероятность поражения параметриев близка к нулю. То есть она крайне низка. И, соответственно, удалять параметрии в этой ситуации бессмысленно, потому что это не принесет больной никакой пользы. В этой ситуации достаточно выполнить больную конизацию или ампутацию шейки матки, при каких-то гинекологических показаниях, экстерпации матки простой и тазовую лимфодисекцию. Вот в настоящее время проводятся исследования, три исследования, два исследования второй фазы и одно исследование, рандомизированное третьей фазы, которые как раз и призваны доказать эту точку зрения. Как часто встречаются вообще лимфатические узлы в параметриях? Вот по данным трех исследований, было три классических исследования, уже достаточно старых, еще в прошлом веке, от 60 до 80 процентов пациенток имеют лимфатические узлы в различных отделах параметрии. Частота поражения этих лимфатических узлов увеличивается по мере увеличения стадии заболевания и в зависимости от размера опухоли. Чем больше опухоль, тем выше частота поражения лимфатических узлов в параметрии. Но вот самое интересное, на мой взгляд, составляет то, что частота поражения медиальной части параметрии, то есть ближней к шейке матки, и латеральной части параметрии, ближней к стенке таза, она одинакова. Вот в два исследования показали, что абсолютно с одинаковой частотой встречаются метастазы в обоих частях параметрии. Поэтому, выполняя операции второго типа, вы рискуете оставить пораженные лимфатические узлы вне удаленной латеральной части параметрии. Так какие же вмешательства выполняются на параметриях? Ну, это операции второго типа, это вот срез таза, да, это удаление медиальной части параметриев, и это операции третьего типа, которые предусматривают удаление параметриев от стенок таза. Видите, какая кардинальная разница? Ну, это, конечно, схематично все, но, тем не менее, на Еву это точно так же. Это фронтальный срез, вот треугольниками обозначена параметральная клетчатка, и вот при выполнении второго типа или типа В вы удаляете медиальную часть параметриев до уровня мочеточников. Вот на схеме они обозначены мочеточники, и вот такая небольшая часть, это даже не половина параметрии. При выполнении нервосберегающих операций вы удаляете верхнюю часть параметрия, ну, наверное, эта верхняя треть может быть чуть больше, до уровня глубокой маточной вены, потому что у вас основная задача – это сохранить нервные стволы, которые проходят в нижней третьей параметре, для того, чтобы сохранить функциональные результаты этой операции. Ну, и полное удаление параметриев – это третий тип или С2. Вот препарат после расширенной трахелоктомии, это абдоминальная расширенная трахелоктомия, вот желтым обозначен край резекции влагалища, вверху – это линия отсечения препарата от матки, и вот если схематично обозначить, то то, что между пунктирными линиями – это объем ткани, который удаляется при втором типе, а то, что латеральная, это, соответственно, удаляется при третьем типе операции. Это препарат после расширенной абдоминальной гистроктомии, то же самое, край резекции влагалища – это то, что вы удаляете при втором типе операции, а вот выше пунктирных линий сейчас вы видите то, что удаляется, ну, может быть, это чуть большего объема при нервосберегающих операциях. Вы видите объем ткани, который остается при неполном удалении параметриев. Соответственно, так как частота поражения различных частей параметрия одинакова, вы рискуете оставить метастатически измененные лимфатические узлы в неудаленной части параметрия. На что же влияет полнота удаления параметрия? Вот вы слышали про функциональные результаты нервосберегающих операций и про то, что нарушения функции прямой кишки и мочевого пузыря трагически влияют на, ну, наверное, самочувствие женщины, на ее ощущения. Но я думаю, что проведение лучевой терапии, не менее трагичные последствия лучевой терапии, влияют на ее, ну, в частности, сексуальную функцию и ощущения. Так вот, полное удаление параметриев, то есть выполнение операции третьего типа или С2, позволяет полностью отказаться от проведения лучевой терапии по промежуточным факторам риска. Я напомню, что это размер опухоли более 4 сантиметров, лимфовоскулярная инвазия и инвазия более третьей стромы шейки матки. Если вы помните, по тому рандомизированному исследованию, в которых эти факторы были выделены, лучевая терапия должна проводиться при наличии двух из трех факторов риска. В России очень традиционным с давних времен является комбинированное лечение рака шейки матки. Это комбинация лучевой терапии и операции на различных этапах лечения. В мире же считается, что при опухолях до 4 сантиметров, это первая B1 и вторая А1 стадии, результаты только хирургического лечения и только лучевой терапии, они одинаковые. А комбинация этих методов приводит к увеличению частоты осложнений. И согласно рекомендациям и давним, и последним, комбинация этих двух методов крайне нежелательна. И планировать комбинированное лечение неправильно. Эти выводы были сделаны на основании рандомизированного исследования Лондоне 1997 года. Вы видите, были включены больные 1-й B и 2-й А1 стадии, около 350 человек. Половине пациенток выполнялось хирургическое лечение, половине проводили лучевую терапию по радикальной программе. Если вы обратите внимание, то из оперированных больных 2 трети имели опухоль меньше 4 сантиметров, и треть больше 4 сантиметров. И из оперированных пациенток 2 трети пациенток получали адъювантную лучевую терапию по различным показаниям. И когда посмотрели отдаленные результаты, то выяснилось, что и 5-летняя общая, и безрецидивная выживаемость, и частота возникновения рецидивов одинакова в обеих группах. Отличались только частота возникновения тяжелых осложнений, в частности, она была больше в группе комбинированного лечения. И когда посчитали относительный риск осложнений, то выяснилось, что добавление лучевой терапии к операции в 3 раза повышает частоту осложнений у больных. А если больная по сравнению с лучевой терапией по радикальной программе, в 2 раза повышается частота осложнений. Первые 3 строчки в этой таблице, немножко громоздкая таблица, я сейчас ее объясню. Первые 3 строчки – это 3 рандомизированных исследования Лондоне, в которых сравнивалось операции первого типа с третьим, второго типа с третьим. Причем больше, чем у половины пациенток проводилась адювантная лучевая терапия. Вот при первом типе операции, например, у 70% пациенток. И вы видите, что результаты лечения при выполнении менее радикальных операций варьируют от где-то 80 до 85%. Но я бы хотел обратить внимание на две последние строчки. Это исследования профессора Хёкеля и профессора Унгера, которые пациенткам выполняли операции третьего типа без проведения адювантной лучевой терапии. Ну и получили, как минимум, не худшие результаты. Это исследования профессора Хёкеля, опубликованные в 2009 году. Половина пациенток были 1-й В1 стадии, 25% второй В стадии. Но тут есть нюанс, что у больных с опухолями больше 5 сантиметров проводилась иннеоадювантная химиотерапия. Правда, таких пациенток было всего 11%. И вы видите, что 20% пациенток имели метастазы в лимфатических узлах. Достаточно в широких пределах варьировали размеры опухоли. И вот результаты. Пятилетняя общая выживаемость 96%, у больных с метастазами в лимфатических узлах 91%. Безрецидивная выживаемость 94% и 81% соответственно. Это исследование профессора Унгера, опубликованное в 2012 году. Оно включало пациенток только 1-й В стадии. Вы видите, две трети – это пациентки 1-й В1, одна треть пациентки 1-й В2 стадии. И 14% имели метастазы в лимфатических узлах. Это только хирургическое лечение. И вот тотальное удаление клетчатки и соединительно-тканных структур малого таза при 1-й В1 стадии дают выживаемость 96%, при 1-й В2 – 87%. Я напомню, что профессор Роб давал выживаемость 85% при проведении химиотерапии неоадювантной и адювантной. При 1-й В2 стадии. И несколько слов о нервосберегающих операциях. Метаисследование, которое было опубликовано в 2015 году коллегами профессора Роба, в частности профессором Цибуля, в нем был проведен анализ 21-го до настоящего времени опубликованного исследования, посвященного нервосберегающим операциям. Метаанализ этих исследований было провести невозможно из-за того, что данные были крайне неоднородны. В связи с тем, что в части исследовали, отсутствовала контрольная группа. Большинство исследований были малочисленные, включали менее 50 больных. Были короткие сроки прослеженности – 2-3 года. Часть исследований были ретроспективной или с исторической группой контроля. В некоторых отмечено неравномерное распределение больных по стадиям в группах. Кроме того, было показано, что на результаты лечения достоверно влияло применение нео-адивантного и алиодивантного лечения. В части исследований адивантная лучевая терапия доходила до 54%. И отсутствовали стандартизации хирургических техник, нервосберегающих операций и операций третьего типа. И были до этого тоже метаанализы проведены, до этого исследования, но они были посвящены возможности выполнения, технике выполнения и функциональным результатам этих операций. А вот исследования, посвященные онкологическим результатам – это первое. И автор приходит к выводу, что в настоящее время достаточных доказательств онкологической безопасности и нервосберегающих операциях у больных раком шейки матки с большими опухолями или имеющие неблагоприятные факторы прогноза – нет. И данные операции следует выполнять только пациенткам, у которых минимальные показания к адивантной лучевой терапии. То есть это как раз те показания, о которых говорил Игорь Викторович Бервиев. Это опухоли до 2 см, это поверхностная инвазия и, желательно, отсутствие эмболов в лимфатических щелях. Ну так какие же преимущества? Вроде как все пытаются что-то сохранить, а я вам предлагаю все удалить. Какие же преимущества? Конечно, операция третьего типа имеет преимущество при больших опухолях. Это преимущественно осуществляется ценой нарушений со стороны иннервации прямой кишки и мочевого пузыря. Конечно, при выполнении нервосберегающих операций или операция второго типа практически эти нарушения отсутствуют. И, конечно, при третьем типе более низкая вероятность проведения адивантной лучевой терапии. То есть если полное удаление параметриев, это остаются факторы высокого риска. Метастазы в лимфатических узлах, инфильтрация параметриев или опухоль в крае резекции. Что это нам дает? Это нам дает сохранение функций яичников, потому что, несмотря на транспозицию, участие больных во время лучевой терапии все равно происходит отключение функций яичников. Это сохранение функций влагалища и все, что с этим связано с сексуальной жизнью пациентки, с семейной жизнью пациентки. Это отсутствие поздних лучевых реакций, которые возникают у 10-15% пациенток и крайне плохо лечатся. Это отсутствие риска радиоиндуцированных опухолей, которые были показаны, были работы и при раке тела матки, и при раке шейки матки, достоверно повышаются после 15 лет наблюдения от момента проведения лучевой терапии. Ну и последний, наверное, аргумент – это возможность проведения лучевой терапии в полном объеме у больных, если возникает рецидив заболевания. Таким образом, адювантная лучевая терапия, которую очень любит Россия, все-таки не является стандартом лечения больных с опухолями до 4 см. И значительно снизить частоту проведения адювантной лучевой терапии позволяет полное удаление параметриев. Кроме того, лучевая терапия неприменима при необходимости сохранения дитородной функции. И при опухолях больше 2 см, мы только что слышали, что для трахилоктомии, выполненных разным образом, лапароскопически, роботосистирно-влагалищной, это является верхним пределом, то абдоминальная расширенная трахилоктомия третьего типа является единственным возможным вариантом сохранения дитородной функции. Операции третьего типа имеют неоспоримое преимущество у больных с радиорезистентными опухолями, в частности стекловидно-клеточном раке, при котором адювантная лучевая терапия ничем не улучшает прогноз. А вот при крайнем низком риске поражения параметриев, наверное, нет необходимости их удалять совсем, ни по частям, никак. Просто не удалять и всё, потому что риск их поражения близок к нулю. И роль нервосберегающих операций пока полностью не определена. Для данного вида операций в настоящее время следует отбирать больных с минимальными показаниями для адювантной лучевой терапии. Ну и хотелось вам проанонсировать 9-й евразийский хирургический мастер-класс по онкогинекологии, который пройдёт 13-14 августа этого года в городе Чебоксары. Если кто-то хочет поучаствовать, кому-то интересно, вся информация и регистрация проходит на сайте www.yafa.info. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел бы вначале попросить, есть ли желающие бы задать вопрос. Пожалуйста, Сергей Эдуардович Красильник. Спасибо. Спасибо. Как мы вчера выяснили, у нас существует некий плюрализм мнений. И в этом, на мой взгляд, проявляется мудрость Виктора Васильевича. Поэтому всё зависит от типа операции, который выполнен больной. Если операция выполнена в объёме расширенной экстерпации матки третьего типа, то мы по промежуточным факторам риска не облучаем. Если менее радикальной операции, то обычно всё-таки мы придерживаемся наличия двух из трёх факторов, как показано в рандомизированном исследовании Сэдлиса. Только в ситуации метастазов. Ну, мы не можем взять одну и ту же группу больных. Я вам объясню, почему. Потому что вот эти ультрарадикальные операции, то есть тотальное удаление клетчатки параметриев в малом тазу, мы выполняем не так давно начали выполнять, всего несколько лет. Поэтому этот материал пока копится, и он проанализирован ещё относительно. Единственный рецидив был у пациентки после расширенной трахелоктомии третьего типа, и он был в крае резекции. Пациентка получила адевантную, ну не адевантную, а по поводу рецидива получила лучевую терапию, химиолучевое лечение, которая ей не помогла, и она получает химиотерапию в настоящее время по поводу прогрессирования. При выполнении абдоминальных расширенных гистероктомий в объёме третьего типа пока рецидивов не было. Но этот опыт ещё пока, ну, около четырёх лет приблизительно. Ну, их не так много. Он копится, пока их не так много. Что же касается рецидивов у пациента, к которым были более экономные резекции параметриев выполнены, этот материал мы анализировали в ситуации в работе Анатолия Лебедева, нашего лучевого терапевта. Вы знаете, порядка 75% рецидивов, рецидивов именно, возникает в параметральной области. То есть в той части неудалённого параметрия, на которую не смогла воздействовать. То есть лучевая терапия адювантная, она, к сожалению, не воздействовала в адекватной степени. Это больные, получавшие комбинированное лечение. У нас стандарт всегда был комбинированное лечение, поэтому необлучённых больных с первой В1 даже стадии найти очень непросто. Спасибо за лекцию. Представляете, всё-таки вот ваше мнение в клинике вашей чётче, а параортальная лимфоденоктомия и разграничить, если можно, целесообразность нервосберегательной. Параортальная я только касаюсь, но не только, параортальная без тазовой. Сейчас про тазовую ничего, вот только параортальная. Так как и сберегательная. Мы выполняем всем пациенткам, ещё раз говорю, что разные хирурги оперируют по-разному. И в этом заслуга Виктора Васильевича. Они имеют возможность реализовывать те научные программы и те воззрения, которые они исповедуют. Я могу ответить за нас, за себя и мою коллегу. Мы всем пациенткам выполняем срочные исследования лимфотазовых лимфатических узлов. При наличии метастазов мы выполняем нижнюю поясничную диссекцию. Все, с двух сторон. Мы просим морфологов, чтобы нам смотрели полностью все лимфоузлы, которые они находят. В среднем засрочную нам дают от 20 до 40 исследований лимфатических узлов. При наличии хотя бы одного метастаза мы выполняем нижнюю поясничную диссекцию, которую также отправляем на срочное исследование. При отсутствии метастазов на этом уровень ограничивать до нижнебрыжеечной. Если до нижнебрыжеечной есть метастазы, мы поднимаемся выше до поясничной. Но таких у нас больных не было, которым пришлось делать до поясничной уровня. Насчет нервосберегающих операций. Лично мое мнение, что мы пациенткам объясняем все за и против выполнения операций небольшого объема на параметриях и увеличения риска проведения адювантной лучевой терапии. Если пациентка считает возможным для себя проведение лучевой терапии за счет более сохранной функции тазовых органов, ну она не то чтобы сохранная, а меньших нарушений, вызванных операцией, эти нарушения постепенно нивелируются где-то к году, к полутора. Единственное, что они практически все безвозвратно теряют, это такая десенситизация мочевого пузыря происходит. Пациентки не чувствуют позыв на мочеиспускание в том виде, в котором это было до операции. Обычно они либо не чувствуют вообще и просто по времени ходят, это не значит, что у них недержание мочи совершенно нет. Парартальные нервосберегательные. Я прямо конкретно. Нет, мы не делаем. Нет, делать можно делать и не делать, потому что я, например, допустим, не делаю, потому что не могу сделать. Целесообразность, вот вы очень ориентированы в данной литературе, есть смысл этого компонента? На мой взгляд, нет. Прекрасный был доклад, очень хорошо вы все представили. Но вот учитывая ваши ответы на вопросы, скажите, пожалуйста, а длительность операции какая? Если у вас исследуют 38 лимфоузлов, это уйдет часа два с половиной, да. И были ли какие-то осложнения во время операции? Во время операции? Ну, обычно это, если каких-то травмы крупных вен, которые устраняются их ушиванием и больших сложностей не представляют. Интраоперационные осложнения, если вы имеете в виду. Если же по поводу длительности операции, мы после удаления тазовых лимфатических узлов на одной стороне сразу отправляем их на срочное исследование. В процессе выполнения тазовой диссекции с другой стороны, где-то в течение получаса-сорока минут нам дают ответ по одной стороне, и то же самое происходит с другой стороны. Вы все от 20 лимфоузлов, да? Ну, в течение получаса выступают ваши морфологи и просмотреть эти узлы. Ну, это с двух сторон, от 20 до 40, а не с каждой. То есть 10 с одной, 10 с другой, или 15 с одной, 15 с другой. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Еще раз доброе утро, Константин Юрьевич. Резюмирую вышесказанное. Ваше мнение все-таки такой тип операции, о котором вы говорите, это операция экспертного уровня, как сейчас модно говорить, бутиковая операция, характерная только для отдельных крупных центров? Или это технология, которая, по Вашему мнению, может и должна быть реплицирована на всей территории страны? Неоднозначный вопрос, потому что фактор хирурга, он во всем мире обсуждается, и в первую очередь при операциях при раке яичников. К сожалению, стандартизация операций при раке шейки матки тоже относительно условна. И каждый хирург, говоря, что он делает тот или иной объем, это все-таки тот или иной объем в его понимании. Неважно, что ты убрал, вопрос тут только в том, что ты оставил, если мы говорим о полном, тотальном удалении параметриев. Я думаю, что если патоморфологическая служба и хирурги готовы выполнять, потому что после операции необходим тщательный анализ гистологического препарата, чтобы отказаться от лучевой терапии, адювантной. Если патоморфологическая служба и хирург готовы тратить время, то есть это более длительная операция, одна в день больше не получается в одной операционной, то, наверное, теоретически это возможно распространить на всю страну. Но, учитывая особенности нашей страны, пока, я думаю, что это прерогатива все-таки крупных центров, каких-то региональных, возможно, крупных центров региональных. Потому что еще и риски адювантной лучевой терапии в случае каких-то неожиданных находок, вследствие даже выполнения тотальной параметриотомии и послеоперационно-гистологического исследования, которое впоследствии может привести к проведению адювантной лучевой терапии в гораздо более тяжелых для радиотерапевта условиях, чем если бы эта операция такого объема не выполняла. Ну, там только лимфатические кисты – основные проблемы, и скорость восстановления мочеиспускания. Спасибо большое. Спасибо. Можно я тоже задам маленький вопрос? Да, конечно. Ксен Юрьевич, вот сегодня, ну, по сути дела, первая наша секция, она посвящена лечению рака шейки матки, и так получилось, что преимущественно мы обсуждаем хирургические аспекты. На сегодняшний день мы с вами свидетели трансформации и классификации радикальных гистроктомий, и которая, по сути дела, в основе которого лежит стандартизация хирургии рака шейки матки. И на сегодняшний день стандартом, если говорить о стандарте параметроктомии при опухоли, локачественной опухоли шейки матки, это резекция, ну, так скажем, переднего, латерального и заднего параметрия, которые мы, на самом деле, уже говорим и о сантиметрах, и говорим об анатомических ориентирах. И у меня в этой связи к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие тотальной параметроктомии? Операцию типа Пивер-3. Я не говорю о расширенной параметроктомии, которая предусматривает удаление внутренних подвздошных сосудов и клетчатки, лежащей за ними. Только операция типа Пивер-3, то есть удаление параметральной клетчатки на уровне стенки таза. Спасибо. И второй вопрос, который я хотел бы, наверное, многих интересует. Скажите, пожалуйста, есть ли особенности послеоперационного введения в ваших пациенток? Ну, обычно это связано с денервацией тазовых органов некоторой, поэтому мы, в частности, ставим пациенткам эпицестестомы, потому что восстановление функции мочеиспускания в среднем проходит от 4 до 6 недель, ну, максимум у нас, по-моему, 9 недель. Пациентов, которые не восстановили мочеиспускание, у нас не было в полном объеме. И эта лимфорея достаточно длительная и достаточно объемная, у полных пациентов иногда она составляет 1,5-2 литра, ну, где-то обычно на 10-14 сутки в большинстве случаев мы удаляем дренаж в последнее время. Спасибо. Можно я? Нет, я буду. Это даже не так вопрос, как я. Мне очень понравился доклад, я громко говорю. Мне очень понравился доклад, поэтому, да. Вопросы закончили? Ну, я, может, даже такой, даже больше к вам будет, чем к Константину Юрьевичу. Очень понравился доклад, поэтому всегда к хорошему докладу всегда много вопросов. Он никак не относится, все мои выступления, лично к вам. Вот вы понимаете, что вот я, как руководитель, такой же, как руководитель Виктора Васильевича, хочу сказать, поскольку здесь и периферии много, и все, я тоже за плюоризм, за такое, да, мнение. И я тоже за то, чтобы мои не были овцами, а каждый имел свое мнение. Но есть клиника, есть мнение, и не может быть в одной клинике морхов считает, что надо сделать 38 удаленных лимфоузлов или 40. А если вы поднимаетесь дальше, еще плюс 10. А, допустим, Виктор Васильевич считает, что не надо этого делать, а надо сделать то, что реально. 3-5 увеличенных лимфоузлов и обязательно те лимфоузлы на уровне, чего вы останавливаете лимфоденоктомию. Поэтому, когда вы отвечаете, вот я не очень все-таки поняла. Вы сегодня говорите все, что вы сказали, хотя ваших данных было мало, мягко говоря. Да-да, это данный обзор был, все. Ваше мнение какое? Мы знаем, что клиника очень агрессивно оперирует шею куматки. Я всегда даю в пример всех своих лекций Виктора Васильевича, его слова, я с ними совершенно согласна. Шею куматки оперируют надо один раз. А яичники можно 28, если больная жива. Вот, и я это совершенно понимаю, все, поэтому агрессивность я поддерживаю. Просто не все хирурги могут так хорошо сделать. И лучше, если не могут, не лезть, а сделать то, что они могут, но только, чтобы больная потом еще передвигалась какое-то время. Все вот это мое выступление сводилось к чему? Вы сегодня озвучили данные, мнение, лично ваше или мнение клиники? Лично мое. Я не знаю, насколько тогда, вот, когда выступаем мы, тогда есть целесообразность подписывать, что это бонус, понимаете? Ну, если у меня будет, я не могу успокоиться. Если у меня будет выходить, понимаете, Чулкова и говорить, что она считает, что при раке матки надо делать тело кто? Этот, Шевчук там или кто-то другой у меня выйдет и будет говорить все. Тогда, в общем, я не знаю, ну, будем ли мы считаться клиникой центральной в России? Я не про себя сейчас центрально сказала. Я вот, извините, что я отняла ваше время, но мы, наверное, не только, как говорится, сыты с токаном воды. А есть же остались какие-то принципы или у нас уже ничего не осталось? И каждый из нас уже делает все, что хочет. Я думаю, что надо выступить Виктору Васильевичу, потому что клиника – это ее отдельные представители. Набор профессоров, набор хирургов, который формирует… Простите, что делает у вас Виктор Васильевич? Клинирует вас или он… Виктор Васильевич нас контролирует и решает, правильно мы делаем или нет. Ну что, абсолютно все правильно. Знаете, в нашем деле… Нет, мне не нужен микрофон. В нашем… А, понятно, другая. В нашем деле, да, есть очень тонкая грань, и нужно это понимать. Что можно допускать руководителю, да, что нет. Потом руководитель – это структура номинальная, да. Один руководитель – это чиновник, другой – врач. Да, это тоже разные вещи абсолютно. И очень трудно проводить поисковые исследования и поднять индивидуальный пласт творчества у каждого человека в отделении, и чтобы пройти его беспрепятственно. Как руководитель отделения полностью согласен, Селена Григорьевна. Но, зная потенциал каждого сотрудника, отдельным из них, да, отдельных из них, обсуждая это детально, это все постоянно индивидуально решается по отношению к каждой больной. Более того, это выносится на клиническую конференцию отделения и принимается решение. То есть, вот нас 18 человек, имеющих диплом о высшем врачебном образовании, включая врачей и научных сотрудников, где каждый отдельный случай хирургии, да, рака шейки матки обсуждается. Это именно так. Другое дело, что лечащий врач, докладывая, высказывает свое личное мнение. Я считаю, что нужно больной выполнять такой-то объем, и операция должна выполняться поэтапно так-то. Это он считает, как лечащий врач. Здесь, в нашем отделении, кроме меня, еще пять профессоров работают. Десять докторов медицинских наук работают в отделении. Как может один человек принимать решение относительно лечения той или иной больной? Это всегда, только у нас делается коллегиально. Более того, и маститый профессор Владимир Павлович Казаченко, который работает почти 60 лет в клинике, и ординатор первого года обучения в девятой комнате, это микрозал у нас, да, Шевский, имеет равное право голоса на высказывание своей точки зрения. Другое дело, что человек, который сидит во главе стола, выслушав все это, мне про себя так неловко сказать, ну, там, да-да, выслушав все это, подводит итоговое, резюмирует, да, подводит итоговое заключение и спрашивает, все ли с этим согласны? Всем. Это когда молчание. Значит, знак молчания – это согласие. И после того, как принимается решение, это не только по поводу больной раком шейки матки, любой больной, принимается решение, оно должно быть реализовано неукоснительно. Вот тут вступаю я в завершающей фазе. Если кто-то позволит себе отступить от выработкой точки зрения и плана лечения этой конкретной больной, я могу проявить себя очень жестко. Коллеги это знают. Несмотря на большое доброе телячье сердце, так, вроде, внешне, да, если речь не обо мне же идет речь, не мне домой мешок картошки отнести, речь идет о судьбе больной. Будь любезен. Возникают осложнения, мы тоже это обсуждаем. Но, еще раз повторюсь, каждый имеет право на свою точку зрения в нашем отделении. А далее вот следует последующий ход событий, о которых я доложил. А так все правильно. Просто... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ